Так, еще раз всем привет. Здорово, что пришли послушать наш вебинар. И привет тем, кто смотрит записи. Сегодня у нас очень такая интересная и важная тема — это фишинг современной угроз безопасности. Она очень важная, потому что действительно практически каждый человек с ней сталкивался, поэтому нужно понимать, что это такое, как это вообще действует, как себя защитить от фишинга. И сейчас я стандартные вещи расскажу. Двигаемся дальше. Во-первых, меня зовут Алексей Ницца, я являюсь вент-редактором Теплицы социальных технологий, в то же время веду вебинары и такие мероприятия, как это, и делаю видеоуроки Теплицы, о которых я сейчас расскажу чуть позже. Если у вас есть какие-то вопросы, предложения, замечания, вы всегда можете писать мне на почту, она простая, nitsobakotest.ru. Сайт наш выглядит сейчас вот так. Правда, буквально через месяц он будет иметь новую версию, но в любом случае пока можете запомнить вот так. Адрес его test.ru, то есть te-st.ru. И в социальных сетях мы везде слэш Теплицы СТ. То есть в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Твиттере. Заходите, мы много чего делаем. И да, в общем-то, собственно, кто мы такие? Теплица — это общественно-образовательный проект, и наша основная задача, мы связываем два как бы полушария. С одной стороны, это некоммерческие организации, какие-то инициативы, которые делают полезные проекты, которые помогают решать различные проблемы. И с другой стороны, это IT-секторы, это люди, которые обладают очень хорошими навыками, знают, как что-то делать, но часто не подразумевают, что... и не подозревают, что можно делать какие-то полезные проекты. Поэтому мы, собственно, сводим их вместе, мы проводим различные мероприятия, хакатоны и так далее. И, собственно, рассказываем друг другу о том, как они могут вообще вместе что-то делать. Плюс мы публикуем очень много материалов для того, чтобы понять, как самостоятельно что-то делать с помощью интернет-технологий. И поэтому, собственно, мы проводим вебинары, делаем... вот я делаю скринкасты, и пишем статьи, обзоры, митапы и так далее. Если вы хотите посмотреть предыдущие наши вебинары, сделать это достаточно просто. Вы можете, во-первых, зайти на наш сайт, в разделе мероприятия есть вкладка «Вебинары», где есть пост-релиз, так называемый, да, где можно посмотреть видео и презентацию. Также вы можете подписаться на наш канал в YouTube, и там у нас есть плейлист вебинаров также. Собственно, это удобно. В описании к каждому видео есть, естественно, ссылка на презентацию. Ссылочка есть. Потом презентацию, в принципе, вы можете скачать. Ссылки к ликабельным. И что касается онлайн-уроков или скринкастов, или видео-уроков, это такие небольшие видео, которые, собственно, рассказывают вам, как пользоваться тем или иным онлайн-сервисом или программой. В основном, конечно, это онлайн-сервисы, которые помогают вам делать вашу работу более эффективной. То есть это касаемо дизайна, разработки сайтов, что угодно. И даже сейчас у нас есть целый плейлист по цифровой безопасности. То есть если вы подпишетесь на наш канал, вы можете найти плейлисты. Там достаточно много плейлистов, связанных с нашими мероприятиями. И в том числе вы можете найти, помимо которых я уже рассказал, это очень важный плейлист по цифровой безопасности. То есть как настроить какие-то вещи в вашей почте, в каких-то других вещах, в мессенджерах и так далее. То есть сайту посмотреть. Да, и пользуясь случаем, естественно, хочу анонсировать наше будущее мероприятие, которое пройдет в Москве в эти выходные, точнее, в следующие выходные. Да, в следующие. 9-10 апреля в Impact Hub Moscow. Это на Китай-городе интересное пространство. Там пройдет наш двухдневный хакатон, который называется IncluHack. Он уже второй. Это второй хакатон равных возможностей. То есть такое мастерская, если другими словами, по созданию различных проектов, которые помогают людям с ограниченными возможностями. А именно такие технологические IT-проекты, то есть это могут быть как софтверные, так и хардверные какие-то, да. То есть это может быть какие-то вот использованные, например, Ардуин или еще что-то, но в частности вы можете делать какие-то сервисы. То есть, в общем, если вы имеете, там, не знаю, какие-то мысли по тому, как сделать какие-то проекты, либо вы, например, там, разработчик, программист или дизайнер, вы можете принять участие, помочь какому-то стороннему проекту, провести хорошо время, полезно провести время, попробовать какие-то свои навыки в реальности протестировать. В общем, опять же, советую, сайт Hakatona include 2016test.ru. Регистрация еще открыта, так что зайдите, посмотрите. И переходим теперь к нашему спикеру. У нас сегодня Лука Сафонов. Это технический директор компании цифровой безопасности Pentested. И вот ссылочка, собственно, на их сайт. И я представляю Луку и передаю ему тогда сейчас слово. И пока Лука включается, я скажу, да, что запись будет Лука. Добрый день, Алексей. Добрый день, слушатели. Да, действительно громко, да. Ну окей, все, в общем, я тогда передаю слово, и я тогда отключаюсь. Так, добрый день всем участникам вебинара и слушателям. Лучше, как говорится, громче, чем тише. Можете чуть убавить свои колонки. В основном, конечно, все жалуются обычно на тихую речь. Так, давайте начнем. У нас вебинар сегодня посвящен фишингу. Часть вебинара я буду показывать вам презентацию. Знакомые фамилии вижу в чате. Часть вебинара буду показывать на презентации, часть буду показывать демонстрации рабочего стола, браузер. Вот, если у вас возникнут вопросы по ходу вебинара, можете их писать. Если они не сильно будут отвлекать меня от вебинара и не потребуют расширенного ответа, вот, я постараюсь на них сразу ответить и ответить. Если что-то такое глобальное там требуется, я вам потом укажу электронную почту, либо через Алексея сможете связаться со мной, я постараюсь ответить более развернуто. Сейчас я вам включу. Нормально видно все? Презентацию видно, да? На синейком фоне. Наша компания специализируется в информационной безопасности. Компания называется Pintested, как Алексей говорил ранее. Мы занимаемся информационной безопасностью и во всех аспектах ее проявлениях. У нас есть и отдел анализа защищенности, который проводит тестирование проникновения, аудит информационной безопасности. Есть отделы, которые занимаются разработкой систем информационной безопасности, систем защиты информации, в том числе и веб-аппликейшн, фаервол, защиты веб-сайтов от нападения хакеров. У нас существует программа обучения, повышения квалификации, как для начинающих, так и для специалистов в области информационной безопасности. Корпоративные лаборатории. У нас есть и бесплатные проекты. Это, например, лаборатория, тестированные на проникновение, тест-лаб, в которой на данный момент принимает участие более 7000 человек со всего мира. Эти лаборатории эмулируют реальные компании с присущими уязвимостями, для того, чтобы любой желающий мог потренировать свои навыки в легальных условиях, научиться защищать свои системы, в том числе сейчас у нас доступна лаборатория, которая имитирует банковскую сеть с присущими ее уязвимостями. Соответственно, любой желающий может попробовать в легальных абсолютных условиях, попробовать свои силы во взломе банка. Следующая лаборатория у нас будет запущена 13 мая. Хочу я поблагодарить еще Алексея за приглашение и площадку Теплицы социальных технологий за то, что дали возможность выступить. Собрали. И вас, и нас сегодня всех в этот замечательный день. Давайте перейдем к теме вебинара. Фишинг – современная угроза безопасности. Проблема фишинга, с проблемой фишинга, как ранее говорил Алексей, в принципе, сталкивается практически любой человек и любой присутствующий на вебинаре, я думаю, тоже с этой проблемой сталкивался в той или иной мере. Фишинг может быть разных видов, разных направлений. Вы в реальной жизни, скорее всего, сталкивались в самом таком большом проявлении с фишингом, это с фишингом именно вот в интернете. Есть еще фишинговые рассылки по мобильным телефонам, они, правда, тоже набирают сейчас обороты в последнее время. Обычно используются они для рассылки вредоносного программного обеспечения. Здесь на этой вкладке пояснение, почему фишинг вообще называется фишингом. Это такое вот интернет-мошенничество, с помощью которого как бы выуживаются конфиденциальные данные пользователей, поэтому такая прямая аналогия с рыбалкой. Фишинг – это по-английски рыбалка, если кто-то не знает. Хотя, в принципе, в наш век цифровой грамотности это понятие уже шагнуло далеко за пределы интернета. В принципе, о нем многие осведомлены, о том, что оно существует, такое понятие. Но, тем не менее, как ему противодействовать, как с этим бороться, мало кто знает. Кто может быть подвержен атаке в первую очередь? В первую очередь, фишинговые атаки нацелены, конечно, на корпоративный сектор, потому что вообще какая цель фишинга? В той или иной мере получить какое-то материальное вознаграждение. Понятно, что в корпоративном секторе априори денег больше. Поэтому корпоративный сектор атакуется именно по этой причине, что там больше денег. Но, тем не менее, обычные пользователи, хотя и считают многие ошибочно, что, например, с них брать, что с них брать, например, невозможно, грубо говоря, получить какой-то профит. Тем не менее, у любого пользователя есть некий набор данных, информации на персональном компьютере, который может использоваться злоумышленником. Например, у вас на вашем банковском счете, например, может быть сумма не очень внушительная, но у ваших друзей, коллег эта сумма может быть больше, либо если возьмут злоумышленники и проведут такую массовую рассылку, фишинговую, ковровую бомбардировку, так называемую, то они могут просто за счет массовости получить больше прибыли. Если брать примеры из жизни, например, фишинговая рассылка по скайпу, думаю, многие получали от своих знакомых, когда был взломан скайп, да, и присылали сообщение с просьбой перевести денег. Обычно злоумышленники просят не очень большие суммы перевода, ну, в кавычках, опять же, не очень большие, вплоть до 10 тысяч рублей. Это сделано для того, что многие люди оперируют свободно такими суммами, спокойно оперируют такими суммами, плюс системы, антифрод-системы, системы, которые занимаются действием службе безопасности, систем платежей банковского сектора, они рассчитаны на более крупные суммы. Поэтому в счет таких мелких сумм эти транзакции довольно-таки легко проходят. Плюс, если взять, опять же, пример из практики, у сотрудницы одной из компаний, она довольно-таки известный PR-менеджер, с помощью вот такой фишинговой рассылки по скайпу в том году, если мне память не изменяет, нет, уже вернее, в позапрошлом году, в 2014 году, у ее знакомых с помощью фишинговой рассылки по скайпу было похищено порядка 250 тысяч рублей. То есть у нее довольно-таки обширный контакт-лист был, по которому злоумышленники разослали сообщение фишинговое, и очень многие на него повелись, скажем так, в кавычках. Что касается обычных пользователей, с помощью фишинговых рассылок, допустим, того же вредоносного программного обеспечения, могут задействовать вычислительные мощности для проведения атак на другие ресурсы, то есть ваш компьютер заражают вредоносным программным обеспечением, либо используют для других целей, в целях мошенничества и незаконного получения какой-то прибыли. Что именно используют? Как я говорил ранее, основное направление фишинга это использование мошеннических веб-сайтов и поддельных электронных писем для кражи каких-то личных данных. Это либо сведения, которые позволяют получить доступ к каким-либо системам, социальных сетям, электронной почте, каким-то онлайн-сервисам. И данные меньше, конечно, в последнее время меньше эти данные, но тем не менее данные о кредитных картах, о пластиковых картах продолжают выуживаться злоумышленниками для того, чтобы использовали, для использования в своих нелегитимных целях. Фишинг может быть совмещен с другими атаками. Да, документы с макросами, исполнения кода. Но у нас уровень, к сожалению, не знаю, как вас зовут, просто гость отображается. Уровень вебинара у нас, в принципе, рассчитан на начинающих. Что касается документов с макросами, их рассылают, довольно много рассылают. Рассылают, по большей части, в корпоративном секторе, так называемые реверс-шеллы. Делаю с этими документами. У нас на канале нашей компании в YouTube, канал компании Pinterest, есть видеозапись, как раз-таки подготовка офисного бэкдора с помощью фреймворка VL-Evasion. Если вас интересует, можете посмотреть. Ну, там, опять же, уже ничего не разжевывается. Там довольно техничное, короткое видео, такое, которое показывает вот сами основы этих действий, саму суть. Про песочницу вопросы задают. Да, скорее всего, она, по большей части, не сработает. Если атака идет, таргетированный фишинг, спирфишинг. Вчера я буквально выложил статью на Хабре, в котором анонс этого вебинара. В блоге нашей компании, Хабр-Хабр, компания Pintested, можете найти статью. О направленных атаках. Чем больше собрана информация об объекте атаки и, соответственно, о субъектах, то есть о людях, которые вручены в этот объект, тем вероятнее, тем больше вероятность того, что атака сработает. так, давайте дальше продвинемся. Вот как раз таки по поводу песочниц, разница в эффективности фишинга в зависимости от операционной системы. Вы понимаете, если человек сидит даже там защищенный какой-то операционной системе, я не буду сейчас названия никакие называть, ну, как бы слабо при этом соображает, то он введет свои данные в любое поле ввода, и на этом вся защищенность, в кавычках, его операционная система закончится. Вот, собственно, по поводу обхода песочниц и защитных средств. Песочница, грубо говоря, скорее всего, то, что пишет... Так, 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 вижу. Песочница гость тоже вот какой-то. Названия, да, названия песочницы, они разные могут быть. Грубо говоря, это некая среда, в которой предварительно тело письма помещается для проверки. Либо исполняется там что-то, далее проверяются какие-то вложения. По своему опыту могу сказать, что, во-первых, это довольно-таки затратное мероприятие. По сути, надо человека сажать туда, специализированного. Плюс это очень... очень сложно для... очень... вернее, доставка писем растягивается неопределенное количество времени. Я знаю одну организацию, довольно-таки такой крупный завод, у которых вся входящая почта завернута на инфо и название домена этого завода, этой компании. И уже с инфо сотрудник специальный сидит и рассылает по внутренним адресам входящую корреспонденцию. Учитывая, что там работает, по-моему, больше тысячи человек, это довольно-таки... Ну, сложное занятие. Поэтому, да. Ну, тем не менее, это защитные меры в какой-то степени. Это оправдывает. Более того, эта почта инфо, которая входящая используется у них, она еще и по белым спискам работает. То есть, для того, чтобы им написать письмо, да, с какого-то нового адреса, от нового контрагента, надо их предварительно как-то уведомить, либо по телефону, либо очно, да, там, при заключении договора. Ну, тем не менее, вот у них безопасненькие такие параноики и защитные меры. Ну, в целом, они, конечно, оправданы. Вот. Но, тем не менее, как по мне, это даже чересчур избыточно. Такую компанию проще устроить на работу инсайдера для похищения данных, чем... Можно я попрошу все-таки, пожалуйста, по презентации, чтобы просто не отвлекаться, хорошо? И тогда вопрос-ответ в конце. Спасибо. Так, использование... Алексей, во время мы уложимся, не волнуйтесь. Для того, чтобы фишинг был более нацеленным, да, и более качественным, злоумышленники используют приемы социальной инженерии, которые основаны на каких-то шаблонах, рефлексах или на известных паттернах поведения. Один из базовых приемов, вот как я отметил на презентации, создание дефицита времени, то есть создается некое событие, да, или какая-то цепочка событий, на которые жертва немедленно реагирует. Ее вынуждают к каким-то немедленным действиям. То есть что-то надо делать, быстрее, скорее, все бросить и произвести действие. Ну, опять же, люди по своей природе довольно-таки легко на такие события реагируют, довольно-таки предсказуемо, плюс у злоумышленников обычно практика гораздо обширнее, нежели у простых людей, поэтому такие приемы зачастую срабатывают. Так, чтобы немножко отвлечься даже по поводу предсказуемости и применения приемов социальной инженерии, я сейчас по очереди, ну, я чуть-чуть отвлечь вас, по очереди задам несколько вопросов. Вот, вы на них можете отвечать вслух, ну, у себя там, где вы находитесь, да, меня интересует потом, если вас не затруднит, напишите в чат ответ на последний вопрос. Я вам скажу потом, который, какой вопрос был последним, поэтому, поэтому, нет, через вкладку вопрос не надо, потому что это надо отвечать, как есть, практически, не задумываясь, в кавычках. Я попрошу ответить на несколько простых вопросов, то есть, сейчас я их начинаю называть, вы можете вслух отвечать, и мне потом ответите письменно на, в чате ответите на последний вопрос. Поехали, вопросы. Какого цвета снег? Можете вслуху отвечать. Какого цвета лист бумаги? Какого цвета холодильник? Какого цвета унитаз? Что пьет корова? Вот это был последний вопрос. Но, тем не менее, да, вот все пишут, многие пишут в воду. Да, очень многие отвечают молоко. Простой прием, довольно-таки простой, но определенный процент слушателей на вебинаре о фишинге, учитывая то, что предыдущий слайд у меня был про приемы социальной инженерии, про психологические приемы, да, ответили, что именно корова пьет молоко. И, это простейший, простейший манипулятивный прием, да, вот инертность мышления говорит о том, что эти приемы будут действовать даже на людей подготовленных. Это касается обсуждения предыдущего с песочницей, поэтому от этих приемов социальной инженерии, применимых в фишинге, практически никто не застрахован, что мы, в принципе, видим на практике. приемы, которые используют социальные инженеры, они довольно-таки примитивны и бьют по самым основным этим, основным качествам человека, которые, основным реакциям человека, которые присущи всем из нас. это, в первую очередь, страх. Ну, страх, допустим, что вы что-то потеряете, да, или что-то там недополучите, или потеряете работу, например, с помощью этой вот, вернее, если какие-то действия не воспроизведете, вы что-то потеряете, да, опять же, это любопытство, может быть, то есть лежит на файловом сервере для общего доступа какой-то файл, содержащий там слова, там, премия, либо зарплата сотрудников, либо что-то такое, интересно посмотреть, поэтому очень многие на это ведутся так. Ну, грубо говоря, жажда наживы, это простейший такой прием тоже, да, на который очень многие реагируют. Что касается фишинга в реальной жизни, есть такое понятие, так называемое название дорожное яблоко, инцидент дорожное яблоко, термин используется в информационной безопасности, это когда вокруг объекта атаки разбрасываются некие там накопители, флеш-накопители, сейчас более популярные, да, флешки, то есть сотрудники компании с большей долей вероятности найдут эту флеш-накопитель этот и вставят его в компьютер, персональный компьютер. Опять же, здесь еще играет фактор любопытства, что именно находится на этом флеш-накопителе. Если их еще и замотивировать на то, чтобы они открыли, например, штатная структура следующего года, название компании, которую мы атакуем, то именно с помощью этих флеш-накопителей можно попытаться, вернее, провести атаку, грубо говоря, такой фишинг социальной инженерии в реальной жизни. Из классических примеров, которые были, такого рода атаки были произведены в реальной жизни, это в первую очередь стакснет, вирусная атака, нацеленная на иранскую ядерную программу, которая привела, соответственно, положительный результат для атакующих, то есть были выведены из строя центрифуги ядерной электростанции, атомной электростанции в Иране. Вот у них как раз-таки вектор атаки, который они реализовали на эту инфраструктуру, был связан именно с флеш-накопителем вот этой вот атакой дорожной яблоко. Вот, да, пишут, что многие флешки заблокированы, тем не менее, даже не используя заблокированные флешки, могут провести социотехническую атаку на сотрудников компании, например, на финансовый отдел какой-то, на бухгалтерию, для того, чтобы попытаться им что-то установить приблизительно, как это может выглядеть, позвонит некий человек, молодой, девушка, представь бухгалтерию, скажет, у нас есть специализированный софт, который облегчает вам, облегчит вам работу или сдачу отчетности, там, ну, вариантов может быть масса, после чего приедет этот сотрудник и бухгалтер его радостно улыбаясь, там, напоив чаем, пустит за свой компьютер, или более того, в практике были такие случаи, когда бухгалтера и, там, сотрудники, да, отделов этих финансовых отделов по первой просьбе практически, по просьбе, там, по электронной почте устанавливали средства удаленного администрирования, типа, там, TeamViewer, Амиадмина, и давали практически всем желающим доступ к своим машинам для каких-то целей. Дело в том, что, намбер альфа, бухгалтера не только не подковы найти, а почему их привел в пример. Это люди, которые несут определенного рода ответственность, ответственность довольно-таки серьезно по финансовым составляющим в компании. Они по своей природе довольно-таки мнительные, и их, ну, скажем так, они самых простых людей, которых можно вывести из равновесия или заставить делать некие действия. У них работа связана практически с постоянным стрессом, что там что-то не сойдется, вовремя они не отправят какую-то отчетность, поэтому они находятся в таком пограничном состоянии, назовем это так, и на них довольно-таки легко воздействовать. Поэтому, если вы работаете в компаниях, более того, связанные с информационной безопасностью, я думаю, вы сталкивались не с одним случаем влияния, вот именно попыток внешнего влияния именно на финансовый сектор. И социоинженерия это не опять основной метод атаки, а он никуда и не девался никогда, он со времен Кевина Митника как работал, так и работает до сих пор. И, в принципе, даже могу сказать по опыту нашей компании, приемы, социотехнические приемы, они тоже приносили довольно-таки серьезные плоды при проведении тестирования до проникновения инфраструктуры, в том числе и инфраструктуры, где за безопасностью следят довольно-таки серьезно, это я сейчас говорю про банковский сектор. Так, чтобы было интересно, чтобы вам показать приемы из практики, с которыми, скорее всего, как простые пользователи, вы все сталкивались или можете столкнуться, я зарегистрировал несколько ящиков почтовых и с помощью поиска в интернете нашел исполнителей, несколько там человек, не знаю, или групп, лиц, которым сам у себя заказал взлом ящиков почтовых, чтобы и вам показать, и самому посмотреть те приемы, которые используют злоумышленники в настоящее время. Так. Сейчас я вам покажу. на экране будет небольшое рекурсивие, потому что смотрю на экране будет вот сейчас у меня открыт ящик mail.ru, напишите, пожалуйста, в чате хорошо ли видно все. Я сейчас переключусь на чат. Нет, видно, да? Вот сейчас должно быть видно довольно-таки неплохо. Просто когда я переключаюсь к вам в чат, опять же включается рекурсия и изображение как бы картинка в картинку. Вопрос, а можно качество улучшить там, когда вот вкладка демонстрация рабочего стола по-моему есть так, сейчас лучше, Алексей? Сейчас еще не загрузилось пока. Сейчас загрузится. Да, вот так лучше. Так, ну, я зарегистрировал несколько ящиков в наших основных доменах, часто используемых. Это, соответственно, домен mail.ru и сопутствующий домен Яндекс, почта Яндекса и Gmail. Ну, я придумал, скажем так, персонажа, да, какая-то Елена Фролова и Фролчик почта, она была как раз не занята везде. Пароль на ящик я поставил довольно-таки простой, рассчитывая на то, что может быть кто-то из злоумышленников попытается его вскрыть этот ящик атакой по переборам по словарю, но тем не менее этого не произошло. Сейчас я буду по очереди показывать письма, да, и рассказывать, что, что здесь, к чему, на что стоит обращать внимание. Периодически буду переключаться во вкладку. Да, я, у меня операционная система убунту стоит. Соответственно, я веду и вебинар тоже, да, из-под него. На всякий случай вдруг что рассылать будут. Ну и в принципе это из меня как основная доступная система. Первое письмо. Что, в первую очередь, вот как простой пользователь, так, виден ли текст? Алексей, подскажите, пожалуйста, хорошо ли виден текст из письма? Да, да, видно, все видно. Смотрите, для неподготовленного пользователя, опять же, мы говорим о простых людях, не готовых к тому, что они будут атакованы, простых людях, которые считают, что у них нечего брать, что кому они нужны, ну, в принципе, это может быть кто угодно, может быть, ваш даже близкий родственник, родители, те, кто слабо разбирается в интернете, вот, ну, тем не менее, это средний показатель интернет-пользователя сейчас, это обычный человек, это не какой-то не гик там, не хакер, не системный администратор, тем не менее, простой человек. Что мы видим в этом письме? В первую очередь у нас идет какая-то непонятная информация, тикет, прекращение предоставления услуг. Это сделано для того, чтобы, опять-таки, ввести человека в заблуждение. Какой-то непонятный тикет, пользователь читает глазами, мне это непонятно, да, следующий давящий фактор прекращение предоставления услуг. То есть, его почту могут по каким-то причинам закрыть, да, закрыть предоставление услуг к ней. Видите, здесь выделено жирным, что ящик будет заблокирован, какая-то жалоба поступила. в основном, пользователь, конечно, отреагирует на это так, как хочет злоумышленник. Он захочет опровергнуть жалобу, тем более, здесь в письме есть ссылка, он с этим не согласен. Сделано все довольно-таки качественно. Видите, почта, зарегистрированный e-mail робот, mail.ru, похоже, установлен логотип mail.ru, похожий, да, соответственно, который используется. Письмо отмечено как важное при посылке. Более того, сейчас злоумышленники используют адреса непосредственно в доменах, с которых рассылают, для того, чтобы обойти спам-фильтры. Раньше рассылали зачастую с поддельных. С помощью поддельных сервисов, которые позволяют подделывать заголовки письма, по которым можно определить, откуда была рассылка. Здесь тоже можно видеть, вот я сейчас зашел в служебный заголовки. Опять же, большинству пользователей они мало что скажут, но, тем не менее, профессионалы, либо те люди, которые разбираются в IT, в компьютерах, они могут здесь почерпнуть некую информацию. Вот, но, тем не менее, письмо сделано довольно-таки грамотно. Давайте кликнем на ссылку. У нас произошел редирект. Что произошло? для простого пользователя. У нас было письмо, будем опровергнуть жалобу, мы куда-то кликнули, у нас произошел переход, для простого он практически ничего не поменял. У нас, как мы видим, подставлена наша электронная почта, подставлен домен, тот, в который входит наша электронная почта, и, соответственно, логичная форма ввести пароль. Ну, возможно, меня выкинули из почты, либо это нужно для опровержения жалобы. В 90% случаев обычные пользователи введут здесь пароль. Видите, здесь опровержение жалобы, сейчас на вопросы. Сайт полной копии. Да, естественно, сайт полной копии mail.ru, делаются такие копии, естественно, не вручную, а с помощью специализированных средств, специализированных toolkits. Есть, например, распространенная такая вещь, social engineering toolkits, все toolkits входят в дистрибутив калиле. Ссылки, как мы видим, наверху, они ведут на поддельный домен, вот мы видим этот домен, на что стоит обратить внимание, mail.poc, cg.up, ну, сделано не очень, на самом деле, хорошо. переход, здесь похоже на B64 кодирование URL, то есть маскировка пользователя. Вот у нас видим, если мы перейдем без указания домена в URL, без передачи ящика нашего дома, мы увидим, опять же, эту форму. Сделан, скажем так, так себе. причем во время подготовки вебинара на этом домене я нашел еще несколько заготовок mail.ru по поводу увеличения почтового ящика, блокирования за спам, сейчас я уже проверял, сегодня с утра их уже нет, этих фишинговых страничек, возможно, они какие-то точечные рассылки использовались. Вот, либо мою на этом сайте было замечено, поэтому их все может быть. Так, теперь мы пробуем ввести пароль, 1, 2, 3, 4, 5, 6, примерно. Вводим. Что произошло? Меня перенаправило в почтовый интерфейс mail.ru, опять же, ну, видите, я же здесь залогинен, я никуда не выходил из этого интерфейса, поэтому меня как бы вернуло в почтовый ящик, то есть с точки зрения простого пользователя все произошло как и должно быть. Вот, но тем не менее тот пароль, который я ввел, он осел на сервере злоумышленников и теперь находится у них. Давайте следующее письмо откроем. Следующее письмо у нас документы. Ну, скажем так, опять же, для профессионалов это выглядит довольно-таки коряво. Документы, фотографии девушки симпатичной, я причем никакие документы не заказывал, ни пояснения нету в письме, ни к чему они относятся. Люди, особенно те, кто заняты, они могут такое письмо просто-напросто пропустить, а если учитывать, что это обычный человек, то ему никакие документы с печатями обычно не шлют. Тем не менее, выглядит вот приложенный документ похоже, все, да, все хорошо. Смотрим на ссылку. Вот слева внизу браузер, слева видно, куда идет перенаправление. Сейчас мы на него нажмем. По ссылке был у нас редирект, нас перебросило. Верну, сейчас еще раз покажу. Если посмотреть, даже вот я навелся на ссылку на эту, и видно, что редирект идет вроде как в пределах домена mail.ru e.mail.ru соответственно, вроде как мы в одном и том же домене находимся, там же и мы находимся. Вот он, e-mail.ru под домен. Переходим, кликаем на документ. Здесь такая довольно-таки форма тоже похожая. Соединение с почтой было прервано. Для продолжения работы введите логин и пароль. Вход в почту. В адресной строке мы видим похожий адрес. Мы были, да, где-то e-mail.ru, что-то там cgei, какие-то логины, что-то непонятное. Ну, опять же, с точки зрения простого пользователя у нас в Урле какая-то та же самая абракадабра по сути. Вот если я сейчас вернусь в ящик обычно. Видите, у нас какая-то для обычного пользователя какая-то абракадабра, какой-то айдишник, message. Обычный человек, неискушенному этого достаточно. Здесь у нас тоже дается, видите, домен наш. Пытаемся ввести пароль. Здесь он опять пишет, что неверно введен. Ну, видимо, может быть, недоработанная какая-то форума. Здесь у нас и директ более какой-то айдишник, вот поэтому ID, по идее, можно попытаться вычислить эти ID, насколько мне известно, уникальные внутри Майл.ру, можно попытаться вычислить, откуда пошла эта фишинговая рассылка, да, ну, это больше относится к безопасникам Майл.ру.групп. Вот. Грубо говоря, нас опять вернуло в наш ящик. Так. отделка. отделка это одно из подразделений, основное подразделение это бюро специально-технических мероприятий Министерства внутренних дел Российской Федерации. Вот она занимается этими вопросами. отделка этого подразделения. Так, давайте перейдем опять использованный прием, видите, у нас предоставление аккаунта, изменить уведомление. Что у нас здесь? Вот этот прием довольно-таки интересный, особенно в контексте Gmail, я встречался с таким приемом, он в принципе с помощью такого приема можно воздействовать и даже на таких довольно-таки искушенных пользователей. Давайте перейдем по ссылке, настройки объем почтового ящика переход. Что мы видим? Ну, здесь у нас подставлен наш почтовый ящик, в принципе, для достоверности было бы очень хорошо, если бы сюда была добавлена еще и аватарка пользователя. Здесь, как видите, она стоит дефолтная, то есть там по умолчанию. по идее с помощью специализированных скриптов настроек можно сделать, чтобы аватарка попадала сюда. Но, тем не менее, злоумышленники это не сделали. Сделано все довольно-таки качественно, домен более-менее похоже, вроде RU, здесь RU, а дальше что-то непонятное уже для пользователя. Самое главное, его учили, что надо проверять. Он видит, что здесь мою RU. Конечно, ящик увеличить надо, вот опять манипулирование идет, сознанием пользователя. Во-первых, приостановит аккаунт, действие аккаунта, то есть он не сможет им пользоваться. Первая реакция. Вторая реакция, видите, можно увеличить объем ящика. Вообще, в интернете надо относиться с птицизма ко всем письмам, ко всем вещам, которые вам предлагают что-то увеличить. Так, пробуем, увеличиваем до 1000 мегабайт. Вводим логин пароли, там, какой-то пароль, сохраняем. Тут идет редирект куда-то на облако. Ну, видимо, тоже как-то на коленке все это слеплено, потому что, ну, обычный пользователь может быть и не обратить на это внимание, но тем не менее, редирект не туда, откуда пришел, пользователь может заставить его задуматься, по крайней мере, что это было и, к примеру, оперативно поменять пароль. Да, либо уведомить технического специалиста, к примеру, бухгалтер позвонит в IT-отдел, скажет, я попробовал это, что-то там, у меня какое-то облако, верни мне mail.ru. Он посмотрит history, посмотрит письмо и, скорее всего, это атака захлебнется. Так, следующее письмо. Только что были здесь. Вот опять используются кунжеты. Документы к пятнице. Здесь имитируется какая-то вроде как пересылка, да, видимо, для обхода спам-фильтров. Она вставлена картинкой, как мы видим, если видно, что я нажимаю, это картинка, а не текст. И какие-то документы. Вроде как какая-то расписка можно разглядеть еле-еле. Ну, возможно, человек кликнет, да, на это письмо. Здесь, если сравнить с предыдущими письмами, был, было открытие окна, было открытие дополнительного окна, то есть дополнительной вкладки здесь, или директ идет непосредственно на этой странице. Выглядит, в принципе, правдоподобно. Домен, как мы видим, используется тот же самый. Это, видимо, какой-то очень уж упорный такой был спамер. фишер, который пытался ящик этот сломать. Вот. Мы, что мы на этом видим? Опять же, тоже, что соединение с почтой было прервано, что для продолжения работы необходимо ввести логин-пароль. сейчас мы вводим. У нас неверно он опять дополнительные меры защиты. Не думаю, что они проверяют все это в прямом эфире. Соответственно, опять мы попали в ящик. Дальше у нас письмо опять от команды MyEU. Нарушение пользовательского соглашения. Там поясняют, что профиль будет заблокирован, соответственно, в почту зайти не сможет. Добавлены технические детали, видите, адрес компании. Причем, что опять же могу сказать. Вот я знаю, что компания Mail.ru у нас сейчас они построили там новое здание себе, под себя, скажем так, новых два здания. Они находятся совершенно по другому адресу. Это, в принципе, должно насторожить. Ну, опять же, тех людей, кто знает. Здесь не указан логотип Mail.ru, просто какая-то дефолтная картинка буквы, соответственно, должно насторожить. Мы видим, что почтовый адрес написан как-то разрозненно, но опять же, это для тех людей, кто искушен в этих вопросах. Мы видим, что он указан как-то неверно. Сейчас, минуту. служебные заголовки этого письма. Скорее, сделаем. Да, мы видим в служебных заголовках, вот мы видим, да, что рассылалось это, соответственно, не через сервера Mail.ru, используя какой-то, скорее всего, автоматической системы, которая установлена. Вот мы видим, веб-сервер установлен на каком-то хостинге. То есть, какая-то специализированная система для рассылки. Это, в принципе, опять же, если вас что-то смутило, можете посмотреть, видите, какие-то непонятные символы, непонятные записи, то, скорее всего, это письмо отправлено не от того, за кого себя выдают. Здесь у нас указан саппорт Корп.Mail.ru, то есть, Корп.Mail.ru это почтовый домен, с которого отвечают сотрудники Mail.ru, которые используются в Mail.ru. Так, вопросы? Да, там PHP Mailer, скорее всего, но... Я уговорю что она не будет вообще для пользователей. Надеюсь, те, кто присутствует на вебинаре, либо потом записи посмотрят, если у них возникнут вопросы какие-то, они будут сомневаться в том, что это действительно то, что есть, они вот эти действия воспроизведут, либо хотя бы попросят кого-то обратить внимание. Что дальше? У нас опять увеличение почтового ящика. Смотрите, Mail.ru, у нас логотип Mail.ru, наверху обратите внимание, в письме и в подписи письма. Они различаются по цветовой гамме. Если мы даже зайдем на сайт Mail.ru сейчас, мы видим, что та цветовая гамма, которая у нас указана в письме, она совершенно другая. Это старая их цветовая гамма, но, видимо, злоумышленники довольно-таки ленивые, либо это и так срабатывает, поэтому вполне себе используют до сих пор старый логотип. В принципе, для человека, который пользуется этим сервисом каждый день, это должно броситься в глаза. Здесь использована почта уже, но, видите, такие вот, грубо говоря, небольшие несостыковки, они неискушенного пользователя, может быть, они не заинтересуют, но, по крайней мере, человек, который внимательно следит за тем, где он, что он, это должно насторожить. Так, объем почтового ящика, посмотрим, куда он у нас редиректит. Здесь у нас прям целый поддомен на поддомене и поддоменом помогает, то есть для неискушенного пользователя здесь похоже, да, что-то моего почта, сеттингс, какие-то настройки, инбокс, т-панель ру, хост, но для тех, кто не понимает, что значит этот урал, я могу сказать, что основной домен здесь, вот он, это основной домен, то есть это совершенно не mail.ru, на нем поддомен серфер 61, это, скорее всего, где находится этот сервер, на нем поддомен хост, который входит в этот, на этом сервере, какая-то нода, панель, это уже дальше творчество фишинга-рассылателя, то есть если мы сейчас даже попробуем зайти на эту панель, где-нибудь, ну, видите, хостинг-провейдер, не какой-то, не mail.ru, ну, собственно, увеличиваем ящик, вводим, произошел в директ обратно наш почтовый ящик. В принципе, как вы видите, письма похожи, вот дополнительное письмо, это как раз-таки, которое может работать на бухгалтерию, используется трах, например, того же бухгалтера, оплатите, пожалуйста, долг, просрочка почти три недели, видите, действие идет, прямое воздействие, да, манипуляции, то есть для бухгалтера просрочка в три недели это какие-то либо пении, да, либо штрафные санкции, не дай бог еще и судебные издержки, поэтому вероятнее всего будет клик на документ этот якобы. Смотрите, сейчас интересное вот это письмо, одно из таких самых интересных. У нас сейчас идет загрузка изображений якобы, то есть я перешел по ссылке, работает долго, но тем не менее. подобран домен похожий в принципе на Mail.ru сейчас еще раз покажу у нас есть письмо документ причем отправлено с Mail.ru откуда-то документ мы на него нажимаем происходит редирект видите у нас идет предзагрузка изображения вроде все как надо но и нас вышибло потери сеансов то есть выглядит все довольно-таки правдоподобно опять же не только неискушенные пользователи но и те кто работает в интернете каждый день столкнувшись с таким могут по инерции ввести свой пароль так соответственно вот такой такой способ скорее всего тоже свои цели достигнет опять же сообщение которое пользователи пугает ваше сообщение не доставлено Mail.ru видите поддельная почта опять для достоверности добавлены какие-то технические характеристики якобы из этого письма причем это да это картинка ссылка извините ссылка на картинку которая нас переводит опять же на домен который мы уже встречали вот он здесь основной домен фишинговый домен вот он то есть это у нас поддомен который на нем находится который аминтирует видите он таким образом сделан домен домен сделан таким образом чтобы ввести пользователя в в обман вот он этот домен совершенно не mail.ru что касается ну на mail.ru больше всего а так было что касается других почтовых систем сейчас вот пример яндекс тем не менее видите он его хотел заблокировать яндекс почта считает это письмо мошенническим потому что во-первых адрес с которого рассылали довольно-таки кривой мы можем во вкладке подробнее открыть свойства письма и посмотреть видите steadyhost тоже какой-то скорее всего PHP мейлер был использован для рассылки вот здесь пользователи пытаются ввести в заблуждение о том что какие-то недоставленные сообщения пришли то есть человек действительно может ждать какую-то почту скорее всего если он зашел в нее что-то должен был получить пытается он зайти по ссылке видите яндекс эту ссылку уже блокирует непосредственно в почтовом интерфейсе тем не менее переходим на нее здесь какой-то домен довольно-таки кривой назовем это так с него происходит редирект первый домен вставлен скорее всего чисто для проксирования трафика для того чтобы у злоумышленников как можно меньше попыток ну вернее не попыток чтобы у них как можно дольше прожил вот этот домен который подобран под фишинг пытаемся что-то ввести опять нас сделано скорее всего вторая попытка для того чтобы если пользователь опечатается в пароле ну всякое может быть для того чтобы была дополнительная проверка чтобы точно пароль его сграбить так идем дальше какие-то документы яндекс.почта считает письмо мошенническим видите откуда-то непонятно откуда на вас поступила жалоба ну вот уже практически заблокированы то же самое те же самые приемы используют тоже самый домен видите редирект скорее всего именно по нему идет детект водоносных водоносной активности здесь вот письмо пришло какие-то реквизиты реквизиты к договору все вроде хорошо зайдем на них происходит редирект вроде как что-то грузилось смотрите домен подобран паспорт яндекс.ру то есть это система авторизации повторяет яндекс да вроде как все похоже но тем не менее основной домен здесь вот этот а это под домен на нем то есть вот он под домен наш фишинговый сейчас я его открою на нем ничего нет тем не менее выглядит довольно-таки убедительно паспорт яндекс.ру а дальше пользователь уже не читает он убедился в том что то что ему надо он видит в адресной строке браузера вводим логин пароль верный вторая попытка для того чтобы точно оно не работает странно ну видимо вот такая вот кривая система сбора так это реквизиты что-то еще как эта фотография да пришла платежка забыл скину но обычный пользователь скорее всего не на какие платежки кликать не будет поэтому тоже похоже тут идет видимо расчет на то что заказывают в злом почты скорее всего так или иначе относящиеся к какой-то компании там да к деятельности такой поэтому платежки реквизиты все они там проходят но здесь gmail довольно таки хорошо он отшибает попытки пример тоже сделал под использование домена gmail реквизиты пришли какие-то использовать вот этот домен дополнительный домен используется в google я это письмо оставил для чего смотрите сейчас еще раз зайду все похоже сделано довольно таки неплохо но здравствуй без вот с такой точкой грубо говоря в деловой переписке это так мало используется но редко я думаю многие согласятся со мной письмо довольно таки странное похоже но составлено как-то странно здесь и реквизиты оплаты и дебиторские счета какие-то все в кучу и вопрос в том что домен вроде подобран нормально там был в email видите загружалось письмо опять же отдельно домен google похож в google домен который на котором редирект идет вот он смотрим сва дефисмайл в левом углу сейчас я вам открою там на нем редирект скорее всего стоит на тот домен да видите сразу редирект сам домен зарегистрирован тоже злоумышленник на что здесь стоит обратить внимание кто пользуется гуглом каждый день я думаю прямо уже увидели логотип логотип сейчас вам покажу замемочники видимо чуть-чуть 5 логотип у компании google выглядит вот так на фишинговой форме он до сих пор старый в принципе бросается в глаза ну опять же не искушенный пользователь на это может не обратить внимание что касается практического кейса встречался на практике со случаем когда была произведена фишинговая рассылка на сотрудников компании у них использовалась почта gmail для домена то есть на домене использовал гугл почта была произведена рассылка фишинговая на которой несколько сотрудников попались но тем не менее еще и на фишинговой форме вот этой вот стояла так называемая связка эксплойтов то есть система эксплуатации уязвимостей в браузерах или их компонентах это как дополнительные меры пробива но опять же говорю что это корпоративный сектор а не обычный пользователь соответственно мы вводим логин пароль пытаемся зайти что-то там имитирует да что-то мне даже пришло какой-то документ могу сказать что в этом документе могут содержаться какие-то вредоносные макросы не рекомендую скачивать и открывать это я уже скажем так знаю да что там поэтому скачал проверил содержимое похоже на какой-то письмо ром торг ну вполне возможно взяли какую-то просто болванку и написали но тем не менее это письмо может содержать еще и вредоносный макрос имейте это ввиду то есть вредоносное вложение которое произведет некие действия с вашим компьютером например зашифруйте файлы скачает какой-то модель файл зашифрует будет требовать выкуп не стоит проверять так с браузерами закончили переключаюсь я обратно демонстрацию вопросов если нет по браузерам так вопрос сейчас отвечу организации у нас в организации почтовый ящик на рамблер можете использовать в принципе смотрите для организации для многих если у вас есть домен можно установить почту для домена популярных почтовых решений сервисов это и gmail и яндекс и mail.ru предоставляет можете пользоваться их решениями если бы если как говорится волнуетесь можете использовать gmail или яндекс да там или mail.ru зависимость того что вам удобно установить двухфакторную авторизацию на эти ящики вот если у вас более такой технический вопрос будет по использованию напишите мне потом после вебинара на почту лука собака пин тесте точка ру я посовету вам более конкретный совет дать вот моя почта у яндекса затруднен прием новых писем я честно говоря не знаю там скорее всего какая-то система защиты стоит так давайте вернусь я к презентации собственно признаки по которым определяется поддельное письмо фишинговая атака что могу сказать в первую очередь задуматься стоит если вас заставляет что-то сделать здесь и сейчас прям все бросить да сделайте небольшую паузу подумайте посмотрите внимательно это письмо промедление там даже 1 2 минуты там даже пять минут соответственно вам срочном деле помочь не смогут и скажешь не касается жизни человека жизнь человека спасти по электронной почте я таких случаях и пока не слышал вот но тем не менее проверить от кого пришло сообщение если вы действительно ждете сообщение от этого человека да или вдруг он вам не посылал могли завладеть его ящиком но разные бывают варианты проверьте по другому каналу связи позвоните ему напишите в skype напишите в почту там в другую карту знаете в соцсетях ему напишите проверьте действительно ли это так есть проверить адрес внешние признаки вот как я говорил то что касается логотипов компании неверной цветовой схемы как криво они расположены ну вообще общая небрежность письма какая-то может быть сейчас понятно у нас правда многие неграмотные так но тем не менее те письма которые приходят якобы от службы технической поддержки они выделены сделаны по определенным гайдлайнам по определенным бренд-буком логотип раз было расположено строго определенных местах специфические специфическая используется и речь и шрифтовое написание стоит на это обращать внимание вот и при любом подозрении включайте такой адекватный режим паранойи подозреваете что-то да волнуетесь спросить как хотя бы того человек который разбирается до технически подкован по вашему мнению если у вас возникли подозрения вот вы можете попросить его помощь но тут тоже палка в концах тут возможно что и вас вынуждают именно к этому чтобы вы обратились к человеку какому-то определенному и он раз таки это так называемый обратно социальной инженерии как обезопасить себя настройкам самых популярных почтовых сервисах от спам фишинга в первую очередь я советую поставить двух актов на авторизацию на современные почтовые программы позволяют использовать либо с у нас подтверждение входа в ящик либо специальные программы на ваш смартфон то есть вы можете в браузере поставить галку использовать во первых безопасность соединения что теперь с на сейчас это и так большинство использует вот и поставили галку используют двух актов авторизации от почте почте это разница в настройках почтовых программ и на сайт почтовых систем есть подробное описание как включить эту авторизацию то есть даже если злоумышленник завладеет вашим паролем он им не сможет воспользоваться так как у вас включена двух актов на авторизации с помощью там sms либо специализированных кодов настоятельно рекомендую и включить для того чтобы она вас не раздражала самих как пользователи этой системы там можно обычно ставить там не спрашивать меня в течение 30 дней то есть злоумышленник придется получить доступ к вашему компьютеру для того чтобы почту попасть это уже говорит совершенно другой разговор вот что касается сразу же хочу предупредить что в этой в настройках фактом авторизации необходимо если вы пользователь почты еще где-то там на телефоне например приложение добавить это приложение в список доверенных не забывайте об этом так браузеры какие браузер наиболее безопасные я не могу сказать вот конкретно прям какие наиболее безопасные основные браузер которые придерживаются и доктрины безопасные используются большинством и специалистов по информационной безопасности он и браузер на его основе там хромиум да и браузеры которые ну а все браузер практически на дышке веб-кит вот и браузеры типа mozilla например но современный браузер побольше так если скачали письмо и уже заразились да что-то такое потеряли пароль первую очередь пройдите поменяйте пароль во вторую очередь можете это письмо переслать на техническую поддержку она обычно указана у каждой почтовой системы внизу где-то техсаппорт или саппорт можете переслать туда письмо для того чтобы специалисты уже разберутся как заблокировать хостинг с рассылкой да как определить признаки научить эту систему по поводу браузеров кстати могу сказать можете пользоваться браузерами специализированным не знал конечно доживу до такого сам что буду рекламировать такие вещи можете использовать например яндекс браузер как так вот он в принципе основан на движке хрома и довольно таки юзерфренд для обычных пользователей приложение outguard не знаю не работал с ним сказать не могу вот ну вот советы основные я вам дал думаю последуете у нас есть еще домен соответственно в конру который вот указан здесь мы на нем стараемся популяризировать вопросы информационной безопасности пишем там в том числе и для простых людей специалисты нашей компании сторонние и сторонних компаний специалисты ресурс для всех принципе создан можете сами туда чет написать для повышения цифровой грамотности вопросов информационной безопасности сможете ознакомиться там статьи как раз и по электронной почте есть по вай фай по защите сетевой по сетевым атакам можете проверить если сидеть под линуксом вероятность заражения маленькой нет не маленькая к сожалению вероятность заражения потому что доля простых пользователей растет популярность линук систем растет соответственно вектор атаки и взгляд злоуношников все чаще приковывается к этой системе поэтому ну в первую очередь головой нужно думать тут есть да ну владимир двухфакторный в основном она все-таки спасет пользователя если касается сложных атак спир фишинг нацельного фишинга конечно это ничего не поможет что касается смс смс специализированным средствами типа им секретчер могут быть планированные но вернее проще через столом сотовой связи они получены их дубликаты у меня например сим-карты мтс я салоне связи писал специализированное заявление о том чтобы запретить действие по доверенности по моей сим-карте то есть только при моем личном присутствии все манипуляции с сим-картой приводе пароли пользователям злоумышленник делать редирект либо там код на странице почты но там обычно автоматизировано все два раза запрашивать он пароль на всякий случай если вдруг человек опечатался знает но всякое бывает влажаться этот пароль сохраняется базу злоумышленник там текстовый файл какой-то вот но у нас можно было конечно раскопать и хостинг что там находится и у нас такой задачи не стоит все-таки вебинар у нас для простых пользователей а не для сетевых ищеек поэтому можете задать мне этот вопрос по электронной почте так вопросы почте я указал я опять же если бы школу вопрос могу не успеть всем ответить ближайшие дни отвечу давайте я теперь слово передам алексея большое спасибо за рассказ было интересно единственное что то я себя сейчас сша все не слышу да я просто хотел еще сказать вот еще пару слов по поводу браузеров что-то я наверное либо пропустил либо говорилось об этом или нет например в маках сафари он сейчас адресную строку сокращает и вот на самом деле это очень плохо потому что потенциально люди вот не смогут увидеть полного адреса соответственно мне кажется это очень достаточно такая сильная уязвимость потому что да вот в основном это стоит смотреть полностью url в общем да но я думаю что сейчас стало более понятно действительно какие бывают уязвимости как избежать и я думаю что в будущем я надеюсь никто не попадется на фишинг на крючок да и все будет окей и действительно вот мы тоже очень рекомендуем двухфакторную аутентификацию поставить вообще везде только там где она вообще возможно то есть на мейлы на какие-то сервисы если вы пользуетесь может быть какие-то еще варианты кстати по поводу вот смс тоже дополнить что мое мнение что лучше фактор на авторизацию ставить не по смс а вот именно в приложении когда нужно вводить код это как-то более более безопасно потому что действительно смс можно взломать вот давайте сейчас еще скопирую просто я просто хотелось